Мы основатели школы исторической каллиграфии в Москве, и сейчас мы будем говорить о каллиграфии применительно к черновикам Фёдора Михайловича Достоевского. В этом году 200 лет со дня его рождения, поэтому мы решили взять такую тему. Нам понадобится обыкновенная, можно офисная бумага, тушь или чернила, лучше тушь, и современное металлическое острое перо, ну, например, какое-нибудь такое. Все писатели, как правило, во время работы над своими, значит, романами, со своими произведениями, так или иначе пишут все время, и в какие-то моменты им интересно прописывать красиво, интересно, с какими-то розчерками. Прописывая каллиграфические какие-то имена или географические названия, обычно писатели лучше представляют себе образ того или иного героя или той или иной, значит, какой-то географической местности. Поскольку Фёдор Михайлович прошёл полный курс обучения в главном инженерном училище в Петербурге, где наряду с техническими дисциплинами преподавалась и архитектура, и, значит, рисование, то постепенно он обнаружил в себе и любовь к каллиграфии как таковой, вот, которая, ну, скорее всего, ему пригодилась и в дальнейшем, во-первых, когда он был в ссылке 4 года и потом на поселении, вот, а когда ты где-то оказываешься в замкнутом пространстве, в удалённом таком, и обнаружив все какие-то способности, там эти способности всегда, как правило, применяются и очень широко, и если они применяются серьёзно, то они развиваются. Юрий Иванович, а давайте, собственно, посмотрим, о чём мы будем говорить, какая такая каллиграфия есть в рукописях Достоевского. И вот мы видим, как довольно часто Фёдор Михайлович чего только не пишет. Вот он пишет Юлиус Цезарь, вот он пишет Каллигула, Тиберий, ну, латиницей, он пишет Санкт-Петербург, несколько раз он пишет Москва. Семипалатинск, там, ну, какие-то вот географические названия, связанные либо с его текущей темой, либо с какими-то воспоминаниями. Я думаю, что большинство наших зрителей смотрят на эти экзерсисы, Фёдора Михайловича, как на какую-то недостижимую вершину каллиграфии. Поэтому я предлагаю показать как раз сейчас, что это вполне достижимо, что это реально, что если у тебя в руках будут правильные инструменты, и ты сколько-нибудь потренируешься, без тренировки это невозможно, то у тебя получится со временем, как у Фёдора Михайловича, а то и лучше. Для письма нам потребуются обычные всё-таки металлические перья, которые продаются в магазине, ну, можно их заказать и по посте, по интернету, вот. Характерны не тем, что у них острый конец, и при нажиме на него у нас раздваивается перо и даёт утолщение линий. Вот. Здесь основная, основной принцип письма вот английской каллиграфии, это ритмичность этих нажимов, которые придают, в общем-то, красоту всему этому письму. Вот. Нам потребуется вот такое перо, ручка, которая теперь держателем называется, тушь, лучше чернила, которые пожиже, вот. Ну и бумага, вот как Андрей сказал, офисная, или если есть какая-то художественная для скетчей, то можно брать и такую. Какая-то для начала простая разметочка, ну, желательно сразу задать ей наклон такой, чтобы выдерживать этот одинаковый наклон у всего письма. Вот. И берём, просто начинаем писать. Сразу будем стараться выдерживать стиль Фёдора Михайловича, потому что учат-то всех одинаково, а письмо получается у всех разное. Если в детали немножко вдаться, то он чуть более убористый, вот, чуть более такой вытянутый и, ну, некоторые особенности у букв есть, отличающие их от основного такого канона. Сейчас нам будет немножко странно делать нажим, пытаться, поскольку мы сейчас привыкли писать другими ручками, они безнажимные. И этими ручками ты можешь просто воспроизвести букву, а подать её в таком в живом виде, да, когда какие-то штрихи тонкие, какие-то толстые, ну, вряд ли удастся. То есть, ручку, во-первых, надо держать, стараться так, чтобы она была как можно ближе, располагалась как можно ближе к наклону нашей разметки. И письмо тогда будет получаться гораздо более складным, поскольку, выдерживая инструмент в одном положении, вы получаете идентичные буквы. Если серьезно подходить к этому, да, то, конечно, всё, всё начинается с элементарных каких-то таких упражнений, то есть, с палочек, когда вы приучаете руку выполнять идентичные движения. Вот. И потом, значит, движение пера по бумаге вниз и вверх, что гораздо сложнее. То есть, вниз ты просто тащишь её на себя и всё. Вверх ты толкаешь перо, и здесь очень важно не цеплять неровности бумаги, которые есть всегда. А когда ты пишешь пером, ты можешь позволить себе нажим. Либо постепенный нажим, либо общий нажим. Вот. Либо какой-то частный, который вот так оживляет её. Вот я, например, напишу там букву А просто, да, без нажима и потом с нажимом. Сразу пишу её в стиле Фёдора Михайловича без высокой вертикали. Без нажима, да, вот она так смотрится, как графема, так просто, как скелетик такой. С нажимом она сразу становится живее, сразу она приобретает определённый интересный вид. Вот. Ну и теперь я просто могу прописать алфавит так, как его изучал Достоевский и, собственно, все люди того времени, которые обучались, ну, в каких-то высших, средних там учебных заведениях. Ну вот, что у нас получается в кириллическом изводе, да, в русском, по-русски, скажем так. И вот латинский вариант. Это извод, в общем-то, начала, ну, первой, скажем так, трети XIX века, когда некоторые буквы писались, ну, особенным образом. Кроме того, было ещё и были буквы, которых мы сейчас уже не знаем. Это такие, как «ядь», как, значит, десятиричные «и», там, «фитай» и так далее. Да, и вот сейчас мы можем это как-то проговорить об этом отдельно. Если мы хотим писать, как Достоевский, то надо обратить внимание на то, что в те времена, до, собственно, 1917-18 годов, была несколько другая орфография. После революции была реформа орфографии и графики, а до того было больше букв, как, наверное, мы все знаем. И давайте всмотримся вот в такой текст Достоевского. Давайте всмотримся в эти буквы. Вот это, конечно, не каллиграфия и никакое не чистописание. Это образец живого почерка Фёдора Михайловича. И сейчас, собственно, не о красотах пойдёт речь, их здесь особо и нету, а о буквах, которых сейчас не осталось. Например, здесь написано «редкая», и вторая буква – это не «е», а буква «ядь». Она выглядит, если более аккуратно её написать, вот здесь она написана вот в такой вот форме, а её печатный вид вот такой, похож на мягкий знак с перекрестьем. Обратите внимание, эту букву нельзя подать с мягким и твёрдым знаком, между ними нет совершенно ничего общего, читалось это как «е» последние века. А почему у неё такая чудная форма, я сейчас буквально на пальцах расскажу. Значит, начинала эта буква «ядь» вот с такой вот формы, потом для простоты и для ускорения вот засечки, малозаметные элементы этой буквы стали расти. Со временем она обрела вот такую вот форму, казалось бы, ничего общего. И именно такая буква «ядь» вот здесь красуется на этом листке, редко. Кроме того, до революции было две разных буквы. И была буква «и» наша нынешняя, она называлась, и восьмеричная. А кроме того, была буква «и» с точкой или раньше с двумя точками, она называется и десятиричная. И были очень простые правила распределения, и десятиричная, то есть с точкой, писалась перед другой гласной. Во всех остальных случаях писалась и как вон наша, наша с вами нынешняя. Здесь её можно увидеть, например, собственно, в подписи, в самой фамилии Достоевский. Предпоследняя буква писалась не как сейчас, а через «и» с точкой. Само имя Фёдора Михайловича начинается с такой необычной буквы «ф», потому что это, собственно, не совсем буква «ф». Такая форма называется «фита», она от греков ещё в глубокой древности к нам пришла. И надо было просто знать, в каких случаях, где слышится «ф», в каких случаях пишется наша нынешняя буква «ф», «ферт», как она называлась, в каких случаях писалась буква «фита». И вот в имени Фёдор, Теодор в европейских вариантах писалась как раз эта вот красавица «фита». Если так более её написать строго, то это она представляет из собой такую букву «о», ну да, с такой вот в середине. Не то что перечеркнутой, с такой вот полочкой или более её архаическая форма. Вот такая вот. Сейчас нам не даёт её забыть транскрипция в английском языке, когда сухой звук «th» транскрибируется, вот показывается в виде этого знака. Знаете, пожалуй, ещё последнее, на что я бы обратил внимание на этом листке, это буква «т» или «тверда», как она до революции называлась. У неё здесь две формы. Это привычная нам, вот такая вот, и скорее ставящая современного человека в тупик, вот такая вот. Для всех дореволюционных почерков это очень характерно. Ну и мы с вами, если хотим писать как Фёдор Михайлович, можем взять её на заметку. Ну, вообще, развитие букв, оно, почему происходит? Потому что приходится писать быстрее и быстрее, и каждый новый писец, ну, вводит какие-то более удобные, такие, удобную технологию начертания буквы. Вот, кто-то пишет сначала вертикаль, потом горизонталь, вот в частности «т», а кто-то начинает с горизонтали, как с самой широкой части, и потом переходит на вертикаль. Если ты не отрывая руки это производишь, то у тебя получается как, или как чей, или как семёрка, и ты не сразу это понимаешь. Пока не забыл, пока Юрий Иванович писал свою пропись, наверное, вы обратили внимание, что я сидел и писал что-то своё. Дело вот в чём. Когда говоришь «Достоевский», говоришь «Каллиграфия», в первую очередь вспоминаешь знаменитый пассаж из романа «Идиот», в котором в самом начале романа князь Мышкин, только попав в дом генерала Япончина, напишет, демонстрирует свои каллиграфические навыки. И Достоевский с очевидным знанием дела, с большим смаком описывает, что князь Мышкин написал, какими разными почерками, как он адаптирует под русское письмо европейские почерка. Самая запоминающаяся эта фраза «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил», здесь это написано со снимка 14-го столетия. Ну и, собственно, я пока, Юрий Иванович писал свою пропись, написал именно это. Вот почерком 14-го века написано «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Но это уже совсем другая каллиграфия, славянская, средневековая. Это наша любимая тема, наш любимый конек, но об этом мы будем рассказывать в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин